всем добрый вечер это конференция московской бирже это сова капитал и сегодня у нас встреча с компанией nexters позвольте мне представить сегодняшних наших гостей это главный исполнитель директор андрей фадеев главный финансовый директор александр караваев главный операционный директор антон рейнхольд и главный я директор по связям с инвесторами романцев юлин господа я переводил с английского языка название позиции поэтому если что-то перевел не совсем корректно то прошу прощения давайте сразу начнем с того что может быть расскажите про ваши результаты за 3 квартал какие ключевые моменты должны знать инвесторы спасибо александр караваев еще раз смотрите да мы очень довольны результатами за третий квартал у нас продолжается довольно сильный рост как наших поступлений то чтобы по-английски называем bookings на 29 процентов почти на 30 по сравнению с таким же кварталом прошлого года очень большой рост выручки и наша скорректированная чистая прибыль она в этом квартале положительная как мы опубликовали недавно в нашем отчете составила 8 миллионов долларов по сравнению с убытком который был в прошлом году вот с точки зрения более глубоких параметров мы продолжаем очень мощный рост на азиатских рынках особенно в японии в южной корее там у нас мы почти удвоились в азии и мы продолжаем растить нашу собственную платформу наш собственную вебовскую платформу мы по-прежнему очень хорошо растем на мобильных рынках но и веб для нас очень важно потому что мы там платим гораздо меньше комиссию и это собственно приводит к тому что комиссия целиком если мы ее возьмем целиком для всей компании она понизилась еще на один процент по сравнению с прошлым годом и это в общем является одним из ключевых направлений для нас дальше растить собственные платформы у нас довольно большое количество планов в этом направлении вот это наверное вкратце основные основные события которые были у нас в третьем квартале расскажите может быть про взгляд на следующий год 2022 чего нам ждать от следующих 12 месяцев какие планы что самое главное какой ваш туду лист давайте давайте наверное я про наш главный туду лист расскажу у нас все все довольно просто потому что нам нужно продолжать нам безусловно нужно продолжать развитие текущих тайтлов у нас есть не только планы но и трекшн и мы так на это стратегически смотрим это 1 2 это запуск и развитие новых тайтлов которые принесут деньги в будущих периодах и безусловно третьим одним из важнейших наших направлений является развитие как бы работа по направлениям и и еще вот за прошедший квартал мы запустили мы запустили next раз и буст это акселератор с кучей опыта внутри который помогает молодым разработчикам превратится из из просто просто маленькой компании международный бизнес мы мы вкладываемся не только деньгами но и мозгами временем вот и соответственно и намерены совместно с разработчиками делить дальнейшие доходы прибыль на капитализации вот три наших таких самых важных направления звучит невероятно логично но как обычно бывает за самое логичное обычно приносит больше всего больше всего контакт ревенью профита денег спасибо я напомню тем кто к нам сегодня присоединился что вы можете задавать вопрос а для этого нужно поднять руку в зуме или написать вопрос в секции вопросы ответы и я зачитаю хорошо давайте продолжим наверное важная важный сюжет за которым наблюдают участники игровой индустрии это вот противостояние между apple и epic расскажите что вы думаете про это как каков ваш взгляд да я пожалуй отвечу на вопрос мы глобально самом деле очень рады тому что это самом деле первый такой очень известный случай когда суд поддержал не большую платформу не хотя мы с большим уважением относимся вокруг этого за последние несколько месяцев даже лет было очень много разного рода слухов мнений и так далее в конечном итоге мы конечно ожидаем постепенной как бы в смысле демонополизации рынка связанного в том числе с тем что будет приходить больше игроков и дистрибьюторов которые будут помогать но в том числе игровым компаниям допустим такими таким как мы вот если говорить как конкретно про случай с apple то немедленных каких-то эффектов которые немедленно сказались бы на марже на врибыльности компаний их пока не видно потому что нужно посмотреть детали того каким образом это решение будет реализовано и какие инструменты инструменты по сути говоря платежные мы сможем собственно использовать и как apple на это будет смотреть потому что все таки у больших платформ много рычагов чтобы на это влиять вот но глобально мы видим это более стратегическое взгляд мы видим что очень много платформ выходит на рынок на десктопе мы уже довольно сильно развиваемся вот ровно то о чем я сказал и это как бы могло нам сильно снизить комиссии с если сравним допустим с восемнадцать девятнадцатым годом то мы практически на пять процентов комиссии снизили это очень большие деньги для для экстраса вот и это как бы тренд самом деле многие компании игровые и те компании которые вообще находятся в этом рынке с точки зрения большой закупок закупки трафика рассматривают разного рода возможности платформы для того чтобы чтобы более эффективно построить свою деятельность вот этот этот случай этот кейс epic против apple он подтолкнет мне кажется больше игроков для того чтобы диверсифицировать платформы на которых мы можем работать с нашими пользователями ну и как я уже сказал да мы наш веб это наша одна из ключевых инициатив она растет опережающими темпами это вот в нексусе наш ответ который очень совпадает с трендом на рынке данный момент давайте поговорим про ваши главные тайтлы может быть начнем с флагманского с here wars расскажите какие главные конкурентные преимущества почему он так долго держится и почему в него так долго играют в чем секрет да я тогда отвечу отвечу на этот вопрос главный секрет в том что это очень хорошая игра в ней значит да мы мы выделяем три наверно таких столпа нашей ключевой экспертизы это умение работать с широкой аудитории пользователей которые мы приводим в игру затем мы умеем создавать контент вовлекающий игроков разного абсолютно разных игроков разного разного соцдема с разными интересами мы создаем контент который помогает им долго удерживаться в игре посредством того что мы вводим разные новые механики новых героев новые виды приключений и активности в игре и третья часть это третья такая часть нашей экспертизы это монетизация умеем этот контент правильно монетизировать для этих игроков собственно поэтому это вот основной секрет игры hero wars именно по потому что мы так так вот смогли научиться привлекать широкой аудитории в такую игру создавать очень очень разные контент и его правильно монетизировать поэтому игра держится так долго и у нее еще большой 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 потенциал для роста нет а про новые тайтл расскажите да у нас как мы говорили ранее у нас три новых тайтла один мы официально зарелизировали в июле он называется chibi island этот тайтл с ним все хорошо мы над ним продолжаем работать мы постепенно мы смотрим на небольшом количестве игроков входящих какие у нас есть в игре какие у нас есть в игре моменты которые стоит улучшить как-то отполировать чтобы создать правильный игровой опыт чтобы правильно провести игроков по воронке и дать им хорошее впечатление от игры сейчас мы работаем на так называемом мид гейме в середине игры это для для игр подобного жанра как раз такой основной это абсолютно нормально для игр подобного жанра что значит там после месяца игры в гн нужна какая-то смена фокуса смена активности то есть мы как раз увидели что у нас тут здесь как раз такая ситуация и мы над этим активно работаем уже за последнее время мы увеличили среднее время вгн на 40 процентов применив разные наши ноу-хау компании в частности перенеся какие-то практики из игры hero wars мы очень оптимистично настроены то есть игры игра у нас получилась хорошая мы продолжаем ее улучшать и допиливать циклы циклы этой игры перед тем как мы соответственно начнем инвестировать маркетинг в массовое привлечение пользователей касательно двух других игр пазл island это напомню это рабочее название игра будет под другим названием в стое мы ее выпустили в в apple store и google play уже там можно их найти можно ее найти сейчас мы тестово закупаем пользователей первых для того чтобы посмотреть оценить основные ключевые метрики на которые мы смотрим и игру эйду лэнд это тоже рабочее название мы планируем запустить в выпустить в store до конца этого года важно сказать что любые любые улучшения связанные с каждой из игр они взаимо используются в других играх то есть мы собирая статистику игры находятся в похожем жанре и да напомню что аудитория очень большая это аудитория почти 2 и 7 миллиарда человек так называемых игроков мобиль на мобильных на платформах и мы создаем игры именно для широкой для широкой аудитории и те вещи которые мы видим в новых играх и вот например на чиби айленде мы используем этот же опыт для для пазл айленд и riddle land чтобы пройти вот эту фазу перед тем как мы начнем скейлить маркетинг быстрее антон а можете какой-то живой пример рассказать что такое можно трансферить из одной игры в другую так да конечно например например мы видим что очень для нас хорошо работает постоянная постоянная смена дополнительных активностей когда игрок играя в основной цикл игры может немножко развлечься и и заработать дополнительных дополнительно заработать внутри игровой валюты играя в какие-то дополн какие-то дополнительные активности то есть меняя например какую-то свайп механику на таб механику или на что-то подобное когда немножко меняется картинка с теми же героями в каком-то смысле это такой казуальный ответ метаверс которая сейчас у всех на слуху вот такие же такие штуки хорошо работают и мы используем да то есть вы давайте предположим так мы играем ферму и у нас появляется небольшой уровень с мочкой в котором можно получить дополнительные валюты и эта механика встроена в игру является каким-то циклом игровым циклом очень интересно да последнее добавлю конечно балансовые балансовые изменения мы тоже используем потому что да игры это большая экономика много данных и имея данные на живых игроках на том как они конкретно проходят проходят игру где тяжелый баланс где стоит например сделать в начале чуть проще или чуть сложнее да там поменять какие-то циклы сделать какие-то циклы длиннее а какие-то наоборот короче это очень важная информация которая становится доступна благодаря данным которые мы тщательно анализируем и вот этот опыт тоже очень сильно переиспользуем давайте поговорим про людей все знаете заканчивается третий квартал отчетности сейчас одни сам популярных комментариев на всех комплекс калах у международных компаний это про цепочки поставок и про дефицит всего второе это про нехватку людей и про борьбу за таланты у вас наверно нету дефицита инвентарей потому что они вам не требуется расскажите про вашу стратегию удержания талантов про может быть развития людей привлечения перекупания тоже для вас ведь мы самые критичные активы да позвольте позвольте я тут отвечу все-таки это про людей и на самом деле они являются для нас ну самым важным что есть у нас потому что у нас не так много не так много у компании что-то висит на балансе есть люди которые собственно создают ценность ежедневной своей работой поэтому для нас очень важно чтобы каждый каждый из наших сотрудников с радостью и счастьем не только приходил на работу ну во всех смыслах или приходил в другую комнату и садился садился работать но чтобы это работа это времяпровождение приносило радость и и и все были сонаправлены какой-то одной единой цели вообще считаем что фрейд был прав и для того чтобы стать счастливым надо всего нужны всего две вещи первое это это ведь и какой-то большой великой цели это первое и второе это иметь рядом с собой соратников которые идут вместе с тобой я думаю все заметили что с точки зрения амбициозности и постановки целей компании nexters является одной из самых амбициозных и это как бы мнение и такой настрой разделяют все в нашей компании и второе мы не просто стараемся мы мы живем мы очень сильно стараемся поддерживать этот дух ту атмосферу молодой проворной амбициозной компании где каждому интересно каждому хорошо и у нас есть огромное количество различных сервисов как бы построенных вокруг людей и для людей в компании то есть мы не просто компания которая зарабатывает деньги да это есть но в первую очередь это 700 700 700 с лишним больше 700 человек которым каждый день нравится приходить приходить в какое-то место и делать то что они делают и у нас очень очень маленькая текучка у нас многие люди там работают больше десяти лет в компании мы этому уделяем мы этому уделяем очень большое внимание и мы совершенно спокойны ну то есть вероятнее всего люди будут перетекать к нам хорошие хорошие классные крутые кадры потому что мы их полностью будем обеспечивать мы не говорим о вот простейших таких вещах как смузи или там пиво пиво в холодильнике нет мы говорим о том чтобы человек занимался любимым делом а всем остальным занималась компания она позволяла ему заниматься любимым делом поэтому вы абсолютно правы мы вот прям ну вот совершенно спокойны у нас отличные зарплаты мы платим выше выше среднего это как минимум у нас люди люди не уходят остаются отличные отзывы и это собственно то что нами двигает нам хочется продолжать так делать мы на этом не остановимся собственно работа это наша жизнь и мы хотим жить и работать в таком месте которое нам нравится поэтому у нас такой проблемы нету скорее хорошо что такая проблема есть у других потому что наша вежливость и любовь заставит прийти к нам вот так андрей 700 человек как вы работаете гибридно удаленно или да да гибридно удален вот честно признаюсь вот это например кабинет кабинет у меня дома я например большую часть времени работаю из дома мы работаем так как кому удобно нам главное чтобы было хорошо интересно и чтобы были великие цели откуда человек это делает ну это правда это неважно я думаю что многие сотрудники которых выгоняли в офис за последнее время вам немножко позавидуют и захотят к вам может быть даже пришлют серии после звонка давайте можем поговорим про про другие рынки в частности про китай где были драматические события изменения в регулировании за последнее время что происходит сейчас какие еще есть рынки вот в азиатско-тихоокеанском регионе которые могут быть вам интересны или где-то еще в других регионах вот любые наверное мысли будут очень очень любопытно послушать да я тогда чуть-чуть отвечу как уже говорил александр караваев у нас такой значительный рост как раз в тихо азиатском этих вот апака регионе за счет за счет японии к и других стран и мы видим большой потенциал потенциал роста в этих странах мы активно работаем используя такой так называемый как бы региональный подход когда мы пытаемся разбираться конкретно конкретно как мы можем локализовать или адаптировать адаптировать нашу деятельность для того чтобы большее количество игроков лучшим образом становилось нашими активными плательщиками и продолжала продолжала приходить в игру и становиться частью частью сообщества то есть для нас азиатский регион остается в большом фокусе мы видим мы видим большой потенциал мы говорили об этом на еще на в первые первых наших презентациях что это большая часть нашей нашей стратегии роста флагманского продукта что касается китая мы мы видим мы видим регуляцию мы следим за новостями поэтому наверное мы думаем что это касается нас в меньшей степени потому что наши игры то есть мы в данном случае ограничение времени использования телефона то что это в большей степени касается более молодой аудитории а наш основной костяк это все-таки такой 30 35 и и чуть старше и в данном случае мы чувствуем чувствуем себя довольно комфортно мы продолжаем мы находимся в в хорошей стадии такой финальной кажется или финальной стадии подписания контракта с локальным с локальным партнером для того чтобы получить для того чтобы подать на получение асбн в китае мы верим что это это правильный путь и он принесет свои плоды а китай аудитория конечно же для нас очень интересно и мы практически мы уже делали определенного рода тестирования чтобы знать что наша игра имеет свою аудиторию в китае мы хотим обязательно пройти этот путь и привлечь этих игроков показать им нашу нашу замечательный hero wars давайте может быть я спрошу про индустрию в целом даже к вам вопрос в большей степени скажите что вообще самое главное для игровой компании чтобы быть успешной индустрия очень конкурентная бизнесов много игр в принципе тоже очень много с точки зрения инвестора вот на что смотреть давайте хорошо скажу как я на это видео важно чтобы с точки зрения инвестор важно чтобы фаундеров или ну вот управляющих компаний была какая-то бизнес логика наш креативный контакт игровой мир игровой рынок он очень в нем преобладает очень много творческого желания которое безусловно необходимо быть но рядом с творческим человеком всегда надо поставить противного такого щитовода очкарика как меня например который внимательно посчитает и скажет есть ли у какого-то продукта будущее может ли он зарабатывать мы мы вообще к деньгам относимся как к аплодисментам этого мира за за работу какую-то то есть что нам позволяют делать деньги деньги нам позволяют привлекать еще больше пользователей в наши продукты которые соответственно могут в них еще дольше удерживаться вот для этого всего нужны деньги нужны финансы нужны расчеты вот и в первую очередь инвестору потому что есть огромнейшее сейчас количество компаний которые игровых компаний которые могут продать красивую хорошую идею неважно будет это в сторону метаверса или может быть в сторону в сторону nfc важно чтобы у компании было две составляющие это непосредственно продукт в которой будет интересно играть людям хотя бы вот в голове в которой будет интересно играть людям долгие там долгое долгое время не не на три дня она на пять лет едва это баланс системы расчеты умение привлекать трафик смотреть как платят пользователи различные бизнес аналитические системы мы и машин learning вот вот это тоже очень важная часть по сути nexters это это собрание двух частей первое невероятно творческая где ребята создают просто величайшие продукты в которой хочется играть смотреть наслаждаться и вторая часть это огромное количество профессионалов которые могут вот эту творческую энергию направить направить в русло как можно большего количества людей то есть наша задача показать наши игры как можно большему количеству людей зачастую они не совпадают в компании приходится зачастую это разные люди разные ментальности и приходится еще устанавливает ну такую некую прослойку переводчиков которые позволяют общаться вот этим двум и ипостасям вот и я считаю что если у компании есть есть ну вот такие вот три части и у фаундеров достаточно много амбициозности для того чтобы двигаться к действительно большим целям потому что вот например наши цели они распространяются за десятилетия мы здесь не для того чтобы срубить денег на nfc завтра и потом купить lamborghini уехать нет мы смотрим на 10 лет вперед если мы смотрим на nfc мы смотрим как это отразится ну как как это будет выглядеть через 10 лет если мы смотрим на мультивселенные мы не вычитываем заголовках мультивселенные все суда надо вкладываться нет мы смотрим как именно блокчейн поможет в этих мирах собственно оперировать этим продуктом и этим пользователем вот если все эти если все эти части существуют я бы сам с радостью вкладывался в такие компании собственно что мы и делаем будем делать и вот и все это мы увидим в будущем вот если можно найти такую же компанию как nexus надо смело вкладывать нее деньги она точно вырастет понятно вы мне кажется уже за полчаса наверное три-четыре раза касались тема метаверса в разных контекстах я просто не могу удержаться и не спросить ваше мнение профессиональное тема в принципе не очень новая но она стала безумно хайповый после переименования фейсбука в мету вот более-менее понятно как бы что это о чем какие есть сказать там возможности разные там очень много разных кейсов я спрошу вот так вот на данный момент насколько это сыро и насколько это хайп то есть это будет вот как знаете как это было с 3d принтингом что про это лет 7 назад говорили все 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 и в итоге там раз два три ничего не произошло плюс минус да то есть это тренд которая все еще все еще очень так медленно-медленно развивается или это будет как с дип-люнингом что это прямо произошла революция вдруг раз искать весь мир работать искусственном интеллекте вот как вы видите развитие всей этой истории ну и конечно какие возможности есть у вашей компании в контексте метр давайте давайте я отвечу вот если говорить о deep learning или вообще про искусственную интеллектность то насколько я помню их было три было приблизительно три волны первое там в семидесятых годах или где-то около 60-х потом еще была зима до 55 потом там в 75 мы говорим даже про всплески и потом были зимы они так называемые то есть ребята ребята на хайпе значит все знать все сейчас все мы тут как все изменится потом не все таки есть проблемки вот которые стоит доработать потом лет на 20 это уходило в доработке потом снова всплывало до до следующей волны собственно у deep learning а вот было три такие волны которые растянулись лет на 50 наверное я думаю что мультиверс штука интересная в контексте ну в контексте того как приблизительно мы наблюдаем куда будет направляться мир мои личные предположения что это будет приблизительно как в фильме первому игроку приготовиться или в мультике воли где на орбите на малоходящие люди сидели и смотрели и смотрели в экран в экран и мы уже смотрим но пока еще ходим вот соответственно стрёмные то и другое я думаю гораздо более стремно что в течение следующих 20 лет 95 процентов профессий заменятся роботами кто-то типа амазона майкрософта и прочих товарищей будет на этих роботах зарабатывать и огромная масса людей высвободится начнет думать чем же ей заняться ну вот приблизительно как в к видные времена когда когда все в америке по умаль по увольнялись и такие думают что же делать им выдали вертолетные деньги и от нечего делать люди взяли и пошли развлекаться ну ладно в игры это нам очень помогло и собственно любые любое движение в сторону роботизации тоже будут помогать интертейменту но это маленькое только лирическое отступление по поводу мультиверса ему абсолютно точно нужно еще какое-то количество времени нужно какое-то количество ошибок не может быть одной игры на мультиверсии наиболее близко к этому подходит на данный момент я думаю что фейсбук по крайней мере с точки зрения с точки зрения описания то есть это какой-то набор сервисов это набор не знаю продуктов набор набор игр если выходит какая-то одна игра и говорит все мы теперь мультивселенная туда вкладываться не надо это не является индивидуальной инвестиционной рекомендации но это не мультиверс мультиверс это когда ты можешь в разных местах проводить время зарабатывать там какую-нибудь например валюту и тратить ее в каких-то других местах и все они соединены но есть одна большая пока на данный момент проблема у мультиверса которую которую мало кто осознает проблема баланса вот для всего земного шара для всего человечества она не решена еще никем вопросы инфляции дефляции и стокфляции в общем проблема взаимодействия валют она не решена не на уровне государств не на уровне какой-то одной определенной игры и любая так называемую мультивселенная сначала должна будет решить этот вопрос потому что человек может пойти мультивселенную по под инфляцией на получать там кучу себе этих токенов и потом он упрется ну в обычную человеческое как бы нечего делать или слишком много денег на которые я не могу ничего сделать вот вот эту экономическую часть мультиверсы ее очень многие недооценивают и я считаю что должно пройти какое-то количество времени какие-нибудь стартапы должны расшибиться лбом об стену в попытке решить этот вопрос но в какой-то момент что-то произойдет но я не вижу это возможно в ближайшие пять лет много будет движения но это не случится завтра или в следующем году очень интересно прикольно то есть ваша идея в том что это скорее платформа чем чем просто моно скит моно моно гейминговая проблоксовская история да 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 то есть фейсбук больше метаверс чем roblox или или for tonight вот так наверное да но мы безусловно у нас есть отдел r&d очень мощный у нас есть группы у нас есть комитеты которые очень усиленно уверенно прорабатывают прорабатывают эти вопросы любые новые направления мы изучаем очень подробно но у нас задача очень простая нам нужно делать то что во что пользователи ну чем пользователи будут пользоваться 10-15 лет у нас нет задачи завтра сделать игру на nfc и срубить бабла и уйти ну то есть это вообще не к нам но при этом если есть какие-то возможности то мы их внутри прорабатываем и ну рождаем из этого какие-то например прототипы которые вполне есть вполне возможно в скором где-то можно будет увидеть а скажите как бизнес вы готовы вкладываться в какие-то вещи которые выстрелят но может быть не через пять лет как вы сказали но которые скажем так вы стали там заем в двадцать четвертом году через три или все-таки вам нужна монетизация более более visible которая начнет как тот поизов в этом через двадцать месяцев я бы сказал так в основном наверное в большей степени то что мы делаем чуть более инновационного сейчас она даст огромный огромный плюс именно где-то в двадцать там третьем двадцать четвертом году у нас все очень просто в игровой сфере когда-то в 2010 году можно было сделать игру на коленке за ночь и на следующее утро залить ее в социальную сеть вконтакте и и не знает даже заработать денег сейчас изменилось все год если вот с нуля начинать год надо собирать команду для того чтобы она делала игру еще год минимум надо делать игру которая когда-нибудь начнет зарабатывать деньги еще год надо ее софт лончить и понимать вообще ну если у нее такие показатели на которые можно заливать трафик и вот еще через три года в течение двух лет разгонять игру наши циклы разработки они настолько удлинились в игровой сфере ну вот сейчас можно смело говорить 4-5 лет если кто-то приходит и затирает вам мы сейчас за три месяца запилим и игрульку на nfc и она прям полетит в космос я думаю что не нужно верить такому человеку потому что любая игра на чем бы она ни была сделана столкнется с очень простыми обычными трудностями в игру нужно привлекать трафик в ней должны быть правильно правильно рассчитаны когорты для того чтобы этот трафик хотя бы когда-нибудь окупался и игровой бизнес это сейчас очень большой и сложный бизнес поэтому да естественно мы то во что мы вкладываемся сейчас начнет прям действительно приносить деньги там с 24 года 25 26 до что то мы увидим близко но вот если мы говорим о масштабах это вот там после двадцать четвертого года понятно а вот такой еще вопрос скажите вот у вас наверно все спрашивают классические инвесторские вопросы про грузу 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 кингс проморжу прорыве ньюс расскажите про ваша технология стек вообще вот вы на чем вообще вы пишете вот на чем написаны hero wars да у нас у нас довольно обширный стек технологий и мы используем разные для разных для разных игр и стоя того как написан hero wars да во первых это две разные игры у нас есть игра на мобильной платформе есть игра hero wars на на десктопе это две разные игры с точки зрения внутренности их делают две команды они немножко под разной аудитории и изначально игра появилась первая игра была десктопная она появилась на флэше и мы ее мы ее переписали мы поменяли технологический стек под из-за закрытия из-за закрытия флэша со временем мы смогли смогли переехать то же самое в каком-то смысле получилось из из мобильной версии hero wars она изначально была выпущена как такая небольшая небольшая игра которую мы хотели скорее протестировать но на мобильных платформах она была сделана flash r со временем когда мы поняли что игра у нас получается серьезная мы переписали ее полностью на unity и перетащили перетащили всю базу игроков в процессе роста и развития игры у нас мы очень аккуратно к этому подходили у нас это получилось и теперь конечно же улучшились улучшились метрики производительности мы мы это ждали но мы конечно усилили команду и и и так далее другие наши игры мы пишем тоже на разных технологиях мы пишем на unity пишем на к costa и d какие-то игры пишем на много на чем мы используем стараемся использовать технологии под задачи они благодаря каким технологиям делать не просто ради самой технологии люди играют в игры они в движки вот наверное это самое главное да мы используем да то есть для нас мы стараемся стараемся сделать так чтобы доставить как можно больше ценности игроку не не перегружая телефон игрока да и не делая это слишком сложно то есть чтобы это было сложно поддерживать чтобы сложно было делать контент потому что да вот есть разработчики которые там очень долго выставляют свет годами там делают какие-то игры про каких-то может быть насекомых которые как-то друг друга там что-то делают они это рисуют там концептируют но мы стараемся передать нашу идею передать ценность и сделать из этого бизнес самыми ну вот там какими-то наиболее простыми средствами и уже под необходимости мы стараемся это может усложнять где надо но не переусложнять да наша задача дать максимально больше ценности игроку как можно быстрее и не перегружать телефон я сегодня в очередной раз забил весь эфир наверное воспользовавшись тем что пятница вечер и у нас аудитория немного тихая наверное все очень устали в этом мире давайте может быть в принципе главные вопросы мне кажется я спросил даже обсудили метаверс и технологический стек что мне кажется уже круто что может быть еще какие тут самые главные какие-то вещи если у вас есть ремаркс и да и наверное пойдем отдыхать на сегодня у кого у нас или у вас есть у вас есть когда козли маркс да что-то что-то сказать что мы не обсудили что-то важное что мы не затронули мне кажется мы в принципе прошлись по всем темам которые были важными для нас в этом году тут важны в следующем году вот и надеюсь будем дальше приходить на рынок с еще более exciting новостями мы как игровая компания нам очень нам очень нравится разговаривать с с любимой аудитории с людьми которые нас слушают мы ни в коем случае не противная корпорация который сидит и косит косит деньги наплевательски относится к своим да может быть даже и не к своим просто прохожим а нам это очень очень нравится мы считаем что благодаря вопросам вопросам слушателей там зрителей наших акционеров инвесторов мы становимся лучше поэтому хотим это продолжать и мы будем делать так что это будет максимально нравится тем кто это смотрит открытость компании хорошо коррелирует с мультипликаторами которыми торгуется бумаги поэтому это замечательно хорошо спасибо вам огромное очень интересно пообщались спасибо большое спасибо всем кто к нам сегодня присоединился и хороших выходных всем тоже спасибо спасибо большое всего доброго